Где я живу? Ты живешь в этом болоте. Она у меня стоит, кстати, в этом списке любимых, потому что когда я узнал, что в ней есть замки, я тут же добавил ее в списки любимых. В списке желаем внести? Да, желаем. Потому что здесь есть волксюдные замки. Вообще, я думаю, что замок один. Игра лучше, чем я ожидал. Так, играл. Так, так, так. Теперь... Ой, Дим, подай пультик. А что, они перевернут? Жертвовать, не жертвовать. Ладно, я посмотрю, как это будет работать. Так что, мультикацию нельзя когда-то правильно раскрыть? Не можно. О! Какие люди выйдут? Это вы за комнат 25? Или это вот так? Нет, нет, нет. Тогда ваш стол. Сюда помажьте. Сюда, если хотите. Вот стол. И за... Это вам. Это ваш стол. Я, не, я считаю, что... Я считаю, что... Вы видели поиграть. Да, появилась новая игра. А, когда я попробую. Я жду. Да, нет. Я не знаю, что это не удобнее. Так, максимум денег, что-то там. И максимум рабочих. Спроси, как? Да. А, мучка. Я, ты, я, я, я. 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 Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, у меня, я, 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 я. Я, 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 я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Силой 1 и силой 2 Они живут вот здесь У нас есть 2 монетки, они секретные У нас есть 2 сквайра, они секретные И один кубик для голосования, который представляет ваш личный голос в парламенте Вот у вас есть такой стол длинный, за который к вам будут приходить ваши союзники И вот у вас лично есть один кубик И он у вас есть всегда Еще у вас есть 2 жетона для голосования Да и нет Значит у вас есть замок, в котором есть 6 мест для размещения ваших рыцарей И в процессе игры вы сможете их автоматизировать То есть когда вы на это место положите Для каждого места есть уникальный тайл Если он лежит, значит эта штука срабатывает автоматически без всяких рыцарей Один раз в раун Да, один раз в раун Вот, чтобы получить эти 2 монеты я должен в процессе сюда кого-то запилить Но если у меня вот так, то эти 2 монеты автоматически будут получаться В начале игры вы сможете один из этих стайлов Вы начинаете с одним из этих любым стайлов уже в вашем рамке На выбор или случайно? На выбор На выбор, отлично Поэтому к ним мы вернемся позже, когда мы будем говорить о том, что они делают У вас на планшете есть подсказка о том, как будет проходить, собственно говоря, процесс каждого раунда Первое, что вы делаете, это мы размещаем своих рыцарей Мы их размещаем на поле Второе, что будет происходить, будут происходить вот эти законы Сначала мы будем голосовать за новые законы А потом мы будем выполнять законы, которые по итогу матча окажутся здесь Собственно говоря, это скоринги игры Вот они, скоринги игры Они здесь И они будут меняться в зависимости от нашего поведения Следующее, что мы делаем, мы получаем бонусы Вот у нас есть нарисован флаг Вот у нас напоминалка Мы получаем бонусы с поля У нас на поле есть локации, в которые мы можем ставить своих людей Все эти места одноместные И в третьей фазе мы будем снимать их в алфавитном порядке и получать награды, которые подразумевают эти законы В четвертой фазе мы получаем награды из нашего замка Если мы туда кого-то разместили, либо построили Усовершенствовали свой замок Эти награды мы получаем в любом порядке Самостоятельно придумываем И последнее, что мы делаем Мы воюем с французами У нас всегда есть два конфликта с французами Активные В которые можно вписаться и поучаствовать Игра будет У нас будет по-моему Один, два, три, четыре Пять раундов Шесть Один Два Три, четыре Пять раундов Да, пять раундов Номер раундов всегда видно сверху Конфликтов будет два или их может быть четыре? Конфликтов будет четыре в процессе Да, но всегда будет два ноги Может не быть четыре Если мы им навешиваем, то их не будет Итак, начнем с начала Размещение В порядке, начиная с первого игрока Мы размещаем своих рыцарей в замок При этом имеет значение следующее На каждом замке есть цифра Это минимальная сила рыцаря При которой он в принципе может сюда зайти То есть я ничего не могу сделать с этой единицей, чтобы она попала сюда Сюда он заходит без проблем Дальше, когда вы размещаете рыцаря Вы можете его усилить с кваером И теперь это Общая сила два Это не дает невозможно идти сюда Но это дает мне силу два Зачем мне силу два? Потому что теперь вот этот парень меня оттуда не выпихнет А если бы было вот так А если бы было вот так То Эд размещая после меня Скажи, Рома тебе это не надо Иди погуляй на стороне И я возвращаюсь назад То есть двойка двойку не бьет грубо говоря А вот так я могу сейчас прийти на тебя? Ты не можешь прийти так Но ты можешь прийти вот так Ага При этом, если я там сидел со скваером А Эд тоже пришел, допустим, со скваером Моя сила два, его сила три Этот возвращается домой А этот умер по дороге Слышишь, опасно Да, то есть как бы Да, это расходный материал Значит, зачем мы это делаем? Мы это делаем, потому что в конце раунда После закона мы будем получать бонусы Какие есть бонусы? Бонус здесь Вы достраиваете замок То есть берете тайл и улучшаете свой бонус При этом этот тайл уже сработает в этом раунде Бонус здесь Вы берете своего рыцаря, любого, который вам доступен И апгрейдите на единицу То есть единицу превращаем в двойку, двойку тройку, тройку четверку Вот ваш запас, он конечный Может получиться так, что вы упираетесь где-то и вы не можете Ну то есть следите за тем, за вашими возможностями Тройки и четверки по одной штучке Двоек две, троек единиц три Это конечный запас И на планшете у нас тоже четыре рыцаря А это собственно для них просто место для хранения Следующее Вы получаете рыцаря с силой один Тоже следите за тем, что если вы сюда пришли, что он хотя бы было бы откуда взять Если у вас есть два этих бонуса, вы можете сначала вашу последнюю единицу проапгрейдить двойку Она вернется в запас, а потом вы ее получите обратно И получаете, это кубики для голосования Два голоса в парламенте Эти бонусы мы получаем по порядку Это разруливается по порядку Бонус здесь Апгрейд одного рыцаря плюс два голоса Бонус здесь такой точно апгрейд замка Единица рыцарь Тупо шесть победных очков Цена входа минимум четверка Здесь Человек, который сидит здесь Побежит воевать Такое странное место Мы к нему вернемся Просто он побежит воевать Здесь Две монеты, два сквайера Жетон первого игрока Офигеть! Ого! Да, хорошего Можно швырнуть Знатный Знатный Помимо прочего В этих местах живут вот такие вот Местные знаменитости Вы можете либо брать бонус Либо пригласить к себе за стол этого чувака Вам это даст еще два бонуса Первое Он будет вам каждый раунд давать кубик Он же голосует за вас в парламенте А во вторых Тут вверху есть цифра Сколько вы их соберете Столько очков вы получите в конце игры Если вы соберете всех Вы получите в грето 36 очков При этом получить оба бонуса можно Это стоит 3 бакса То есть можно получить Женя и то и другое Всего за 3 бакса Особо жирных способов получать деньги в игре нету То есть 3 бакса Стоящее Это хорошее деньги И где мы 3 бакса получаем Пока нигде Пока нигде 3 бакса стоит получить 2 бонуса Ты можешь заплатить 3 бакса и взять и чувака и бонус А это удобно Это хорошо Собственно говоря это была Англия Следующее это законы Значит на данный момент если ничего не поменяется И мы завалим все вот эти законы В конце раунда Тот у кого больше всего денег И он об этом нам сообщит Получит Голос и скваль Если таких будет несколько Все получат голос О это правильная игра друзья Тут У нас есть война с Францией За каждую войну с Францией За каждый бой За каждое столкновение с Францией В котором вы участвуете Вы получаете кубик для голосования И тот у кого больше всего сквайров Получит кубик и монетку Все понятно Новые законы Которые могут прийти на замену старым При этом приходят они на замену вот так Этот на вход Этот на выход Этот скорее всего не переживет То есть не переживай Неправословно Хороший закон Тот у кого нет вообще здесь людей Получает Бонус Хороший закон Этот закон позволяет вам В каждый конфликт с Францией В котором вы участвуете Забросить из замка По умолчанию этого делать нельзя Лохи на войну с французами не ходят Только благородные лохи И этот закон позволяет заплатить 4 монеты И построить себе кусочек замка Думаю один раз Да Два раза вряд ли хватит Нет 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 Сколько угодно Ну вряд ли 8 монет Ну 8 монет Собирать это жопа Я собственно не верю что этот закон вообще сдал Какой то странный Очень дорого Да Как сюда попадают законы Законы как попадают Иди спешу заказку Скажу Ну сразу походу и пора Да Походу немножко Может быть Я вам скажу Что я решила Может быть Какая нибудь Умная Не правда Как оказалось Как оказалось Как оказалось Я сейчас понимаю Не знаю Как я сейчас понимаю В общем Да Я просто скажу Три Четыре Пять Шесть Семь Должно быть Восемь 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 Надо короче Восемь 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 Сейчас Цель игры Четыре Превратит Уолок Плужится Подсыхающая Восемь Получается Одно Восемь если ты один-то сделал в большом спальчилове или вязальных добитов или я, когда он возник на ту фару не зашелся к нему и тогда резерв превращается в элемент в нормальное имя значит есть элементы на каждом раме на каждом раме почитайте по типу какие могут оказаться в нескольких типах карт итак как сюда попадают законы мы будем голосовать вы будете брать вот эти все штучки все свои кубики прятать их и один из них зажимать в жмень потом мы будем говорить итак голосуем за этот закон, все вскрываются сам жетон считается одним голосом и кубик считается одним голосом мы считаем по сумме кто если закон не прошел он выкидывается если прошел сюда при равенстве голосов закон проходит вопрос галочка и крестик галочка и крестик считается одним голосом то есть разница между за или ты против ты обязательно подкладываешь эту можешь не класть кубик ходить кубики не получится в конце раунда в конце голосования все кубики выгасывается то есть вы заново получаете если закон прошел он выпихивает крайний закон то есть мы проголосовали за один закон кубик который использовали на этот закон ушли да и так далее то есть мы голосуем все три закона на следующий раунд нам выходит три ноута это была вторая фаза закона мы тут же получаем то что положено то есть может так оказаться что допустим вот этот закон повлияет на последнюю фазу выгуливания войны следующее после закона мы получаем бонусы про них я вам уже рассказал потом мы получаем бонусы из замка а потом мы воюем так происходит война во первых в процессе выставления людей вы можете помимо вот этих всех мест вы можете отправить его на войну что при этом происходит вы выбираете место и отправляете сюда своего приятного первое что он получает любой из вот этих бонусов он один на равном то есть вот способ получить на легком ну легкий способ получения денег из квайера и знаменитости любого нобеля можно получить любого в карты снимаешь их кстати на один меньше чем у нас то есть как бы могут иссякнуть здесь вот это вот собирается только разные только одинаковые ставы просто брать просто брать прокачать получить любого нобеля получить сквайера двух три монеты две монеты значит я пришел на войну я получил три монеты я молодец идет процесс это приходит на войну допустим тоже единицы это получает бонус молодец идет процесс жаня приходит на войну тоже единиц заканчивается раунд мы разруливаем войну это была сила французов мы им наваляли у нас это есть очки лучшему три следующему один следующему ноль лучший тот кто победил кто вписался последний при равенстве при равенстве тот кто вписался последний тот молодец Женя три это один мне ноль если в процессе я это понимал и сделал вот так ну теперь тут моих три Женя второй теперь эд теперь эд первый а Жени вообще нет слышишь какая здесь интересная механика но мы в принципе можем им и не навалять в принципе процесс мог закончиться вот так и я был эй пацаны а как здесь французы все дела тогда этот конфликт становится затяжным переходит сюда но все участники все равно получают очки но исходя из вот такой математики то есть я получил одно очко и перевел конфликт дальше если мы победили первой фазе все получат этот бонус если ты получаешь бонус когда приходишь на войну а если конфликт в него еще можно в следующем раунде будет дописываться точно так же получать бонус отлично вопрос в том что если и в следующем раунде вот этот конфликт не будет решен то происходит следующее я все равно получаю свой Викторий Пончи сколько мне положено конфликт уходит а мой чувак попадает в плен опа я тут же и только сейчас могу заплатить столько монет сколько его сила и забрать его себе если я этого не делаю они его вешают и он может продеться заново мы в Англии верим в инкарнацию собственно говоря это весь раунд мы так делаем пять раз у кого больше очков тот победим пять раз всего а счетчик раундах или как счетчик раундах вот он и в первом раунде ну что давайте по коням так мы выбираем одну часть замка да мы выбираем одну часть замка которая у нас уже будет построена что они делают первое нужно заплатить трех сквайров и получить родить рыцаря с единичкой вторая дает две монетки третья дает монетку из сквайра четвертая двух сквайров пятая дает два кубика для голосования и шестая за двух сквайров позволяет проапгрейдить рыцарь ну как бы такой достаточно штатный опенер это две монетки да не заморачивай мне понравится я пробовал другие выигрывал ну ну да как бы мы две монетки получаем тут же нет это происходит все окей а в конце игры у вас в замке есть на стене египтяне наверное нацарапали значит в конце игры тот у кого будет общая сумма сил рыцарей больше всех получит восемь очков следующие четыре при равенстве складываем деньги тот у кого будет больше всего проапгрейджен замок получит восемь очков следующие четыре и собственно говоря за людей за вашим столом вы получите бонус напоминаю все люди обязательно разные все ходи да ходи надо поворачивать так пошел Дима сразу мне а стоп я еще не запил себе сюда чувачев а мы с замка получаем после того как здесь сверху вот четвертая флаг флаг дима пошел по посижу здесь тоже хорошо очень хочется тебе там остаться да второго рыцаря по очереди Нет, это поставить достойный замок. Да, нет, второго лица я выставляю, извините. А я тоже хочу обгрейк. Ну да, логично. У вас пользуется? А, у меня сейчас склады. Можешь выкидывать кого-то там, сквайера. Там троечка. При занимании можно, получается. То есть максимум, что ты сейчас можешь, это... Ты можешь достать первым игроком или атаковать кого-то. Или выбить со сквайером, допустим, двоечку. Кстати, да, факт. Ну, это тебе несколько. Это апгрейдеры, все равно. Это апгрейд, это апгрейд замка. А это получаешь еще одного рыцаря, единичку. Ну, ну, допустим. Ой-ой. Ну ты. Я... Как неожиданно. Да. Получается, я единички ничего захватить не могу. Ты можешь насыпать на нее сквайера и выбить кого-то. Ты можешь пойти на войну. Ты можешь пойти в собственный замок. Кстати, да. В замоке что-то надо найти и сразу получишь. А, нет. То есть, нет, я должен вот так взять, чтобы получить две монеты. Не-не-не. Две монетки ты по-любому получишь. А, если я кладу так, то я получу то, что сверху. Блин, ну вообще я хотел сюда попасть. Два сквайера и ты там. Да, но проблема в том, что я не могу пойти на войну, потому что меня потом в затяжной конфликт перейдет. Так вот, и отсюда чувак перебегает на войну. Он не получает никаких бонусов. Дело в том, что он перебегает, когда все уже думают, что тут уже все устоялось. И ты как бы можешь в последний момент в свою сторону перетянуть идею. Вот и двойка нужна. А единичку некуда, даже со сквайерами. Точнее, я не могу со сквайерами атаковать. Можешь, ты можешь вот в эту пойти. Ты можешь сейчас выбить двумя сквайерами и единицей кучу мест. И в эту, кстати, ты тоже можешь пойти. А, кстати, сквайеры сгорят же. Да, но если я их выбью, то да. Они в любом случае сгорят. Они в любом случае сгорят, да. Выберут сюда. Я сейчас переставляю. Да, сейчас сходит Дима. У Димы нет рыцаря. А, у Димы есть рыцаря. То есть мы продолжаем ходить по кругу. Ты просто получаешь свой парня-брос. Кстати, в этой игре последним ходить удобнее, получается? Потому что ты видишь ситуацию на поле. С одной стороны, да. С другой стороны, нет. С какой стороны, нет? Если у тебя не сквайер, я со своей единицей влез. Ты мне уже своей единицей не выпеклешь. Я стал первый, но тебе нужно переплачивать. Три монеты, чтобы получить и апгрейд, и человека. Да. Это можно одно очко просто взять? Да. Дима пошел на войну. Взял три монеты. За это. А я... А эти бонусы в коробке еще есть? Или они одноразовы? Или они в основном? Не каждый раунд в основном. Я пойду. Какие-то вы агрессивные. Вообще. Все только на войну идти. Ну, не знаю. Подождите, есть ли Афгани сейчас? Да, наверное. Я пойду на эту войну. И я возьму за нее. И свою папку. И там самую папку возьму. Лет, давай на войну айс. Посмотрим. Если я беру апгрейд рецер, я могу апгрейдить, который на поле уже? Да. Круто. Да, это способ быстро проапгрейд. Да, отлично. Методорезовый. И такой. Раз и прокачался. Теперь туда уже никто не придет. У тебя все? У меня все. У всех все. Законы. Итак. Есть закон, который сейчас зайдет нам всем условно. Да. Мы все получим. Да. Да, да. Сейчас этот закон. Мы все получим за это бонус. И по большому счету он будет как бы такой, качах механизм. Кто будет отставать здесь, будет немножечко получать. Верно, хороший закон. Да, да, да. Все готовы? Раз, два. Подождите. Капец. Рома, я вспомнил, что у Димы больше денег, чем у меня. Так, а что, мы победили по-любому. Да, этот закон прошел, этот закон прошел. Следующий закон позволит сюда докинуть сквайр одного. И, соответственно, вот этот закон уйдет, который сейчас, этот закон дает всем промежений по кубику. Скутыняка, скутыняка. А, мы снова голосуем? Да, за второй закон. Раз, два. Не прошел. И закон, который позволяет за четыре монеты проапгрейдить замок. Круто. Да. Раз, два, три. Где взять эти четыре монеты? Лупые люди. Это же четыре монеты? Сейчас будут. Теперь мы выполняем законы. Итак, всем, кроме Жени по кубику. А, все кубики, если у кого-то остались кубики. Мы сейчас по закону выполняем. Если у кого-то остались кубики, он их сбрасывает. Все. Итак, все, у кого есть кто-то на войне, то есть все, кроме Жени, получают по кубику. Ну да. У кого больше всего сквайров? У меня два. Два. Женя? Нет, на войне. Мы с Димой получаем по кубику и монетки. Ура. И все получают по свайеру кубику и монетки, да? Теперь. И да, поскольку у нас ни у кого никого нет, мы все получаем по свайеру кубику и монетки. Ура. Законы все зашли. Теперь мы... Теперь поле. Теперь мы идем по поле. Итак. Женя, может проапгрейдить замок, либо взять вот этого друга? Или заплатить три монеты и сделать это и другое? Я получу три монеты и делаю это и другое. У тебя новый дом. Думаю зря. Деньги. Да, деньги. Так, я могу ставить на большую часть замка. Да. Дима. Крики. Три монетки делает и то, и другое. Улучшаю рыцаря. А монет вы снова улучшать. Эд. Я тоже заплачу. Я получаю единицы. И Женя. Что берешь? А, я от эсквайров я беру с монетами. И первого игрока. Я бы отдал его тебе, честно. Недоволен. Я тоже недоволен. Вот. А когда мы... Недовольнее только это. Когда мы получаем вот эту прибыль? Подожди. За прибыль. За прибыль еще дойдем. Таилки походим. Это все произошло. Вот теперь мы получаем прибыль. Замка. Я выкидываю двух сквайров. И моя двойка становится... Как мало денег нет? Не хватает. Четыре монеты. Куда? Теперь происходит война. Вы ушатали его. Эд получает... Три очка. Дима получает одну очку. Три. Возвращаетесь по дому. И я тут продолжаю воевать. За три очка. Просто за единичку. Три очка. Это переворачивается. Мы получаем наши... А мы голоса. Да, мы получаем наши голоса. Когда мы замок получали, мы в замке должны быть. Это часть дохода. Наверное, все получают... А мы получаем... Да, ну за себя, как раз, и за твоего гостя. И выходят новые законы. За каждую единицу рыцаря сквайр. За каждого рыцаря на поле в Англии нужно заплатить монету. Если у тебя есть две двойки в игре, обе твои двойки, это три очка. Женя начинает... Какая-то опасная. У нас получается с того, что мы располагаем что-то на поле, да? И мы, мы, и мы. Я. Ставлю. Сюда. И он с подкреплением. Стой, куда спайры? Спайры и сюда могут использоваться, да? Не могут. Подожди, а война выходит. А, война выходит. О, халява вообще. Ром, еще раз, куда используются спайры, кроме как усилить этого? Вот здесь замки, они, например, прокачивают. А мне нечего использовать? Мне не открыто, чтобы... Да, вполне возможно, что где-то есть тайл, который дает за них очки. То есть их, в принципе, нужно ходить. А, у кого больше всего спайров, тот получает эту акрень. Окей, в принципе, нужно ходить. Спайров, да, эконом. Я, да? Да. Так, мне надо выходить сюда, хотя рыцаря круче, но их по-любому выберут. Это просто. Теперь он лучше. Она ложится. Нет, да? Нет, нет. Рыцарь оперирует тебя. Все равно тебя выберут туда. Посиди пока там. Так, я могу пойти сюда. Я могу спайрами подкрепить его? Нет. Жалко. Спайры на войну не входят. Я могу его, правда, рейдить на двойнички? Да. Правда, я могу. Ты уже сам наваляешь. Да, уже я сам наваляю. Если кто-то впишется другой двойкой, то твои только одну. Да, как кажется, тут главное было получить бонус. Так. Вот, вы уточняете вы по-ладингу. Паладе. Паладе. 2, 3, 3. Паладе. 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 Что такое? Нет. Паладе. На, стоп, все же кубики хранятся здесь, да? Кубики, да. А, блин. Иди на войну. Забирай уже не одну очки. Или помоги Диме. А, нет, Диме не помочь. Боже мой. Не, я там безнадежный. Там плен. Ой, за одну монету получил три победных очка, по факту, и бонус. Да, да. У меня этот рыцарвич издельничал. Десертир хреном. Я в шоке, Джека. Нету. У меня только вывели, да? А что, у меня и Рома, да? А, блин, за каждого рыцаря надо их платить. Да, не обязательно. Ну, еще не призвел закон. Да, это точно. Мы не будем за этот закон согласовывать, я надеюсь. Ну, тут может оказаться, например, что кого-то на поле нет. Поле именно Англии, да? Да, да, да. Надо вложиться в войну и не заставить всех платить. Да. Кстати, а мы можем только за три монеты что-то сделать, да? А у тебя нет уже четыре монеты куда? Да. Вот это можно было четыре монеты. Хочешь освободить меня? Да, вот тоже освобожу ты меня потом освобождать. Ну, а мы друг друга освобождать пока все не закончат. Можешь выпихнуть. Да я там могу. Может быть пойти просто взять одно ПО? Чё одно? Ага, одно. Ну, там три, но он зависит. Там один придет. Ну, так ты за три, ты за один золотой получаешь три победных очка. Да, но он зависит на целый ход. Ну, ты тоже прав. Так. А что это такая штука? Я их постоянно после вас нахожу на игротиках. Это бутылки. Так, взять, взять, взять. А, их правда, это отсюда. Вот елки-палки. А я каждый игротик какой-то может думать, от какой игры они отпаливают? Ну, что такое? В заблуждение вводите. Блин, надо было... Все выставили. Надо было идти в другое место, ну ладно. Выставились? Да. Законы. Закон. За каждую единицу в игре получаешь сквайра. А у нас единицы в игре нету, да? У меня две. А подкреплять мы можем кубиками, да? Да. За каждую единицу в игре сквайра. Взял Дима и взял крестик. А это за каждую воюющую, да? Да. И выпадает, выпадает. Да, воюющая. Семь кроме Эда по кубику выпадает. Все. Ничего не знаю. Раз. Дима, там всего два выбора. Крестик или номер. Крестик. 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 Нет. Жалко. Далее. А стой еще раз. За каждую армию... За каждую вашего рыцаря сейчас на поле нужно заплатить монетку. Крестик. Ей-богу, куба. Раз, два, три. А, то есть тут все вложились в крестик, да? Ну как бы, да. Окей. Мне нравится эта игра уже. И... У кого есть два рыцаря двойки, вы же знаете, трещина. Этот закон не сейчас, он будет какое-то время живой. Да. Эх, давайте три. Дима минус три, но нас больше. Это уходит. Капец. Капец. Этот закон заходит. Чем убрать за этого собака? Потому что у нас по две двойки. Только у кого есть. А, у тебя две двойки? Да. А у нас две двойки уже были. У нас я как-то не подумал. Ну мой голос нерешимый. Итак, сквайров один, три, четыре. Да ладно. Сейчас же что, Оля? Сейчас закон заходим. У меня три. Я их не смог израсходовать. Мы все курим пищу, потому что у Жени четыре. А, правда пользы мне это ни хрена не принесут. Итак, этот уже ни для кого не работает. Да. Две двойки у кого? У меня. У меня. Это опасная штука. Она будет какое-то время в ЭГИ и будет постоянно наливать. Хорошо. Эту штуку мы вальнули? Погоди. До этой штуки вы еще не дошли. Теперь разруливаем англию. Женя. Можешь заплатить три монеты? Не можешь три монеты заплатить. Потому что у тебя такое же есть. Да, не надо. Встроишь замок. Я пропонарился. Встроишь замок. Я могу проапгрейдиться. Проапгрейдить чувака и за три монеты превратить себе этого паза. Я это сделаю. Я не могу проапгрейдить. Я не могу проапгрейдить. Дима. Впрочем три. Беру чувака. Беру рыцарь и два столика. Я. Денег нет. Денег нет. Денег нет. Беру обгрейд. Беру обгрейд. Беру обгрейд. Беру обгрейд. Беру рыцарь. Это туфон. Сбрасывается. Я беру двух. Две. Две. Война. А где мой второй? Замок. 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 Получаем. Да? Три монеты и три спайера. У меня три. Вот. А что делать с таким количеством денег и спайеров этому богу известно? Ситраты. Разгры. Война. Война. Женя два. Враг. Дима один. Вернулись домой. Мне три очка. Я за рубчик его выкупаю. А то есть ты дважды получил по три. То есть ты за одну монету получил шесть победных очков. Да. Друзья это схема. Он должен умереть. За шесть победных его должны были повесить. Он там такой походил. Помахался. Я в шоке. Так. Новый раунд. Война. Мммм. Хреновый раунд. Итак. Новый закон. Разноцветный. Получите три виктори-поинта за каждого рыцаря, которого вы отослали в собственный замок. Хреновый закон. Да. У кого больше голосов, тот может проапгрейдиться. Да, стоп. Я же должен был получить еще один копейк. Осталось после голосования. Да, но кстати, да, кубики. Да, кстати, кубики. Да, получаем кубики. Не забывай. Так. И за каждое... Сейчас скажу. Можно менять золото на сквайр. На сквайр. Золото два к одному. Сколько угодно раз. То есть две монеты это два сквайра. Можно сбросить две монеты в сквайрах, Бросить двух сквайров. Можно сбросить четыре монеты получить двух сквайров, сбросить их получить монет. Отлично, отлично. Так, что у нас... Так, теперь... А у нас рыцаря можно получить только здесь и здесь, да? Да, можно родить замки. Или за три сквайра. А, какой из игры. Ой-ё-ё. Хорошо, я тоже хочу. Я хочу сюда. А вы что? У нас вообще есть. А больше некуда спайра вдевать уже, да? Ну, смотри, но больше всего так... Деньги можно менять, возможно. Здесь, возможно, ещё что-то есть. Так, я хожу, да? Да. Вы там засплеерили. Или... А что, Дима уже походил? Да, всё, да, всё, в карте места, извините, друзья. Всё, за Димы можно было что-то делать. А что я могу за два? На войну? Не, не могу я на войну. Да. А вот этого чувака ещё ты можешь сюда пойти, а потом на войну отправить. Да. И получить четыре победных. И бонус. Окей. Дима дело говорит. Склей упал. Ну, четыре победных ты получишь таким образом. Если они выйдут. Если сюда кто-то двоечкой влезет, он двоечкой и четыре очка. Да. Да, нет, Дима ещё и человечка получил. Ладно, я намекнул, что тут тебя ждут. Рома уже четвёрка, рыцарь есть. Обалдеть. Такого упустили. Я не могу сказать, что я этому рад. Мне это и столько появилось, чтобы не платить две монеты, которых у меня не было. Это опасно. Э, давай. Один плюс. Да. Ну, во-первых, быть первым. Так, тоже, ну да, конечно, выгодно. За одного три очка получим. А если я сюда отправлю, я потом получу этот бонус? Нет. Если я отсюда потом... Нет. Этот бонус ты не получил. Окей. Ты присоединишься, просто ты выберешь, куда ты присоединишься. Да, да, да. А если три ещё у меня это заплатишь, я этого чертова не решу. Ну вот это можно дать сейчас. Так. Деньги тоже только на этих можно тратить, да? Да. Пусть как бы... Вода не вложится сильно. Да. Это очень печально. Это очень печально. Дешевое сердце. Может, держим просто это. Хотя можно ещё очки, конечно, получать. Ну понятно. Опа. Тут три очка за каждого рыцаря в замке. Да. Но это ещё не факт, что оно произойдёт. Ну, в принципе, можно. Окей. Не будешь твоей равновеси? Буду. Я сейчас думаю, что... А что, у кого-то А там... Откуда у тебя три? Я набрал. Офигеть. Откуда вы столько игр? Ты седь. Давай ещё начнала. Правильно, Эрай? Вы ничего не видите, да? Да. Я получаю спайра вот здесь по три штуки. Ну, я подмог. Так. Ты всё, да? Да, я пас. Самая единичка. Нерабочая схема. А я так понял, Рома решил нам пору в этой игре дать, да? Построив апгрейд рыцарей. А, он каждый раз... Не, ну за спайров. Не раз в 130 один. За спайров. А где за спайров берёшь? Да, здесь. Пока не закончились, брал здесь. Так. Там, в принципе, улучшение... Да, отличный выбор. Не, на самом деле, выбор это не сквайр. Кроме как получить... три очка. За одного рыцаря. Я тоже решил вложиться в эту схему. Так, и сейчас Рома получит шесть очков. Нет, Рома получит три. А, это непобедимо. Так, теперь закон. Вот так вот. Теперь закон. Итак, закон за рыцарей дома. Все готовы? Раз, два, три. Все готовы? Раз, два, три. Так, это в меньшинстве. Кубики и мусор. Закон и мусор. Теперь, у кого больше всего голосов, кто там кредит рыцарей. А, как это считаете? По кубикам. Ну, которые есть. Ко больше всего кубиков на момент голосов. То есть, кто сохранит больше кубиков? Да, получается. Да, получается. Да. Да. У меня вообще фигня. Хотя у Димы очень много кубиков. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. У Димы все равно фигня и выбрал. Нет, такой хороший закон уходит. Со сквайрами. Я скорее больше принял, чтобы Жеке не давать для него постоянный гол. И следующий. Все. Обменка. 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 Уйдет вот этот глупый закон, да? Который ни о чем. Да. А что делать? Раз, два, три. Все за. Кто-то протупил в моем лице. Итак. Две двойки. У меня. Я получаю раз, два, три. Это получает раз, два, три. Кто еще получает? Все. Все. Да, отлично. Я говорю, протупил. Не один раз. Больше всего кубиков. У кого-то остались? У Димы остались. Ну да. В апгрейдсе. В апгрейдсе. Вообще халява. Да. Да, да. Мне не нравятся оба. Вам не нравится этот закон? Пожертвуйте своим. Нет. У Димы это тупо схема была. И мы теперь можем обменять за две монеты двух спайров или спайров одну монету. Да. Не знаю. Спайров сейчас у меня будет и того, и его дофига. Я хочу купить за... За две монеты купить двух спайров? Одного. Одного. Два к одному можешь менять. А монеты нам нужны только, чтобы бонусы получать с крепостей. Да. Да. И выкупать свои коины. А, стоп. Я наверное возьму спайров. Мне монетку отдам. Одна монетка. Есть. Законами закончен. Итак. Так. Я плачу три. Строю замок. Снова 8. Еще 3. Соответственно, апгрейд. Двойка вращается в тройку. О, это уже нет... Да, ты, кстати, кубики эти отвозим в сторону, потому что они сгорели. Так. Теперь Дима. Дима. Ура! Три плачу. Беру апгрейд. Одного. Два кубика назад. Я думаю... А, два кубика назад. Апгрейжу... Наверное... Единичку, двойку. Так. Дальше. 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 Опять. Закон. Выплачу три. За каждый замок заплати этого. За каждым рейдом. Капец. Это хреновый закон. Это затратительно. Женя. Я плачу три. 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 Это... 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 Рецепт. Дальше. Я плачу три. Я плачу три. Так. Теперь снова я. Я плачу три. Три. Получаю чувачка. И отправляюсь на войну. Получается. И я получу четыре победных очка. Ты пока... Да. Ты пока выигрываешь эту войну. Так. Я плачу три. Беру этого. Так. Я плачу три. Я плачу три. Я подам. А. Две монеты. А. Есть монеты. Твои спайры. За этого. А. Да. Монетки возьми себе. Монетки возьми себе. Монетки возьми себе. Так. Теперь... Через замки. Замки. Три монеты. Три спайра. Нет. У меня тут нечаянно во время... во Франции во время боя... Скилл появился. Прокачался. Ах ты. Как это? Кака. У него башня апгрейдится. Ему в сумку дослали. Да. Новую каску. Там целый чемодан. Касакал. Ну хорошо. Мы убиваем его. Да? Я получаю. Так. Мы его убиваем. Тебе два, мне четыре. Раз. Два. Мы молодцы. Мы возвращаемся домой. А мы с Эдом Горемыки. Эта ушла война. Без нас. А мы с Эдом мучаемся. Он за очко, я за треть. А? Нет. Что здесь происходит? Так. Напоминаю еще раз про кубики, которые звезды были получать. Четыре. Дим, получи кубики. Отлично. Все. Теперь. Дима. А. Война. Давайте сразу, чтобы понимать о чем мы. Какие законы обычные новые. Итак. Вот этот. А. Нужно заплатить за каждый апгрейд в замке по сквае. Хе-хе-хе. Лишний закон. Ну, нам с Димой он меньше не заходит, чем Женя. Да. Мы там вложились в строительство. Да. Каждые два скваера на войне. А. Каждые два скваера на поле дают три победных очка. Он не разваливается, этот апгрейд. Он просто не работает, пока этот закон не уйдет. Пока ты не заплатишь. Ага. Давай дальше. Два. Каждые два скваера на поле три победных очка. Это. Да, наверное. Ну, имеется в виду, да. Вот, видишь, флажок этот. Да. Да. И каждые два замка на поле твои, это опять победных очков. Ну, что, вложусь, я чувствую скваерами сейчас. Я начинаю, да? Да. Да, это рыцари на поле. А, каждые два рыцаря на поле. Это скваеры, это рыцаря. Каждые два рыцаря? Ух, нифига себе, каждые два рыцаря. Да. Давай, Дима. Дима. Так, друзья, вскрываемся. Давай, мы пока его будем спать. Сейчас я сейчас буду. В пиру пока никто не прав. Так, чтобы сходить сюда, нужно целых три, да? Тройка нужно. Именно рыцарь. Ну, это если этот мы закон примем. Да. Я так понимаю. Я могу сюда прийти так с двумя спайерами? Да. Да. Вот это, смотри. Вот ты! Вот ты их сыграла, во все остальные, которые твои лежали. Это как судьи? Да. Он же, наверное, на всякий случай серну спайера выдевать не куда. Бабы еще наружают, как говорил Иосиф Иссалёнов. Бабы еще зашел, но ладно, жалко. Я возьму крейт, и это превратится… А, тройка только одна? Да. А, стоп. Я могу взять любого, да? Да. Тяжело получается. Я могу вот так сделать? Нет, там тройка должна выйти, ворота не пролазят. Ворота не пролазят, еперный театр, а? Обратить-то больше нечего. Давай-давай-давай. Окей, как-то так. Да-да-да. Наши полости проедали. Давай-ка, который девать неудак. Стоп, пожалуйста, можно я откачу ход, походим или не походим? Тогда я схожу на войну. Я хочу проапгрейдить. Получается, я агрейжу двоечку, троечку. Давайте я Роме помогу. У меня там нет. Извини, я это помогу. Стой, а если я останусь здесь, то я получу 7 победных очков. А то ты получишь одну очку. Ладно, потеряют одну монету, у них твердое отдохнило. А я помню, я стану зачитывал меня. Короче, у меня... То есть ты играешь вверх, а потом сбрасываешь текстиль. А два, остается вверх. Вверх. Я думаю, что я буду делать. Я буду делать. Я буду делать. Я буду делать. Да, сейчас я на. Да, сейчас я на. Да, да, да. Это будет 5, это будет 6, эти сквайры вообще твари редкостные. Да не то слово, где вы их берете? В замке? Я только получил тройку, я только получил ее. Сейчас буду разбираться, я же до этого пытался прийти туда. Мне рыцарей нужны, у меня рыцарей нету. Такая шок, кто ходит? Всех сквайров добавляй, у тебя точно туда никто нет. Мне нужно обгрейдить, у меня единичка. Он ее хочет давать с ней прокатиться. А если я выбью это, то я получу больше голосов. И мне нужно сделать это вот так, да? Да. Или четырьмя? Четырьмя конечно, минимум четырьмя. Может пять юб, если хочешь. Наверняка. Ну ты Женя. Я туда уже пытался ходить. Они туда не влезают, короче. Один живет в замке. Вот так. А, стоп, подожди, у меня сколько сквайров на поле? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Это мой предел. Мы не принимаем этот закон. Понятное дело. Почему мы не принимаем этот закон? Потому что. Слишком много сквайров на поле. Как-то ты спалился. А я не виноват, они у меня копились три раунда. Мог бы так поскромнее в этом раунде. Приняли в закон, а вот в следующем быстро. У меня есть в порядке. Хорошо. Опять судимый кубиков, друзья. Ну что? Какие-то законы придется принимать. Чтобы какие-то выпить. Так. Мог бы. Пипец. Чем дальше, тем хуже законы. Нет, не хочу. А если сюда? Пока вы там нет. Ладно. Пусть пока тут, я посмотрю, что там на войне. Не знаю. Нанеси одному закону. Все у Жени нет. Все выпили. Женя! 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 Мы принимаем законы. Ура! Законы! За какой мы голосуем? За замки платить. За то, что в замке нужно будет платить. А если не можешь? Он просто не работает. Это раунд. Ты его в процессе говоришь так. У меня есть один сквайр, я вот этот на этот раунд отключаю. В следующем раунде опять открываешь, если не платишь. Так, а что там дальше будет? Каждые два сквайра три очка и каждые два рыцари пять очков. Два сквайра где? На поле. Вот здесь? Да. Ну, не проходит. Проходит. Двенадцать очков, Женя. Ну, так правильно, посмотри где-то я хоть тебя догоню. А там каждые два рыцари. А там каждые два рыцари на поле. На поле. Вот здесь? Да, да. На поле. Всем кроме этого заходит сейчас. Как оно будет дальше, не понятно. Итак, первый закон. Раз, два, три. Ты за или против? Ты за. За. И я за. Но на один голос мы. Слава богу, я все уложил как было. Слава богу, этот закон не проходит. Следующий закон. Закон имени Жени. Кто был закон имени Жени? Теперь закон имени Жени. Отлично. Я не виноват. Я туда хотел попасть трижды. Раз, два, три. У меня пять. Пять. Ну что ли пять? Ох, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух, да ладно. Дима мог вложиться больше. Ладно. Я мог вложиться больше. Окей. Да ладно, ты в кого-то верил. Глупо. Да ладно. И последний закон. Там за дворой. Как и говорится. Ряд ли. Ну, это пройдет в любом случае. Просто за. Нет. Не за. Да ладно. И так. Больше всего оставшихся кубиков. Тридцать. Тридцать. Мы эти кубики выкидываем. И получаем с тобой по обзору. Опять я не понимаю, нахрен нам надо. Ты просто хочешь платить французам больше. Да. Так что? Закон не прошел, да? Глупый закон. Глупо. Кто голосовал против рыцарей на поле? Обменничек. Да ну. А, я могу купить, да? Я не могу или не могу. Да, да. Не надо. Кто по кубикам побеждает? Кто? Первый закон, который победил? Мы с Димой получили. И вот это вот непонятно что на 12 очков у Жени. Да. Это выразно. Двадцать четыре. Двадцать два. Ну, да ладно. Так. Итак. В... Или война? Коля. А, сначала Коля, окей. Сначала Коля. Разруливайся. Плачу три. И... Так. Зерои это... И... А, гигеть у Димы, там уже Сенат собрался. Возьми. Возьми. Я улучшаю. Я улучшаю. Я улучшаю. Я улучшаю. Я улучшаю. У тебя двойка одна, естественно, что в этот раз повезло. Как лучше сделать? Или, ладно, я тройку в четверку. Так. Чтобы сходить за победителя. И заплачу три, чтобы получить. А, это двенаж, же? Конечно, так тоже. Я просто получаю одного рыцаря. А кто еще есть? Я же. Вот, она мне написала, а я отмечила. Я забыли. А-а-а. Так, а у меня... Так, я, да? Да. Хочу три. Вижу. И выставлю. И выставляю. Шестичком? Ну да, у вас тут семь будет, да? Шестичком. Которые, собственно говоря, честно твой заработан. Остальные честные наши. Так, переставил все туда. Тут никого. Замки. Три сквайра, три монеты. Отлично. Война. Война. Жене, три. Поюет дальше. Диме, шесть. Мне три. У меня. Эду один. Я сэкономил два рубля. Да. Здесь... Диме, твой стоял тут. Да. На тебе три? Да. Учисли еще. Мне три. Да. 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 Новая война пришла. Последний раунд. Последний раунд. Последний раунд. А, правда? Да. Такая быстрая игра. Я сам в шоке. Новые законы. Кто-то, у кого больше всего, видимо, людей на поле. Кто-то, лаюющих кто-то. Пятый чек. Да. Переросов, в случае, тречка. Короче, я продула по его. Никого нет, чувак, ухна. Можно потратить комплект. Трех, видите? Да. Кстати, кубики не забудьте получить. Приняки, кубики. Раз, два, четыре, пять. Пять. Так, это взброс. Простите. Все добирают себе до восьми, а я до шесть. Потому что я болею. Выход. Да. Так. А сухромничество обожаете в руках? Она не считается в руках. Вот эти вот. Вот это вот. Это, если ваш лицарь находится в месте, где больше нет таймов. Угу. У нас таких мест дофига. Так, я, да? Угу. 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 Так, надо воевать, я согласен. Странный вопрос. Конечно, сейчас перебивали меня. Странный вопрос. Я пойду сюда и продержу своего рыцаря двоечку. Моё ж. Дима? Я просто не забыла. Я уже отдыхала. Как вы поразбирали? А за рыцарем что получали? За максимум, за сумму. Сумма. Сумма-сумма. Кого меньше осталось? Сумма-сумма-сумма. Прямо обгрейд этих замков? Да, из-за максимума обгрейда. У всех по три, да? Сейчас, да. Такого я ещё не видел и не делал. Вабанк. Что это было? Раз, два, три, четыре. Хошмар, ходи. Хошмар, ходи. Это ужас. Как так? Хошмар, не дать. Ааа. Чувак, не... Так, так классно. У нас тут есть? А нет. Да, плохо. Я понял, что ты делаешь. Ух ты. Кройка туда. Ааа. Ах. Да, вот. Еще один раз. Хорошо. При ванке вашего посинения, уходите Аньки. Это значит, что ты его положил на это дикание. И вот как я на этот раз так сделал, у меня был риск, что я его обручу духовных назначения прочитаю. Спать часть, и все-таки? Ну да. Продолжение следует... 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 Я не делал это в грейд, я взял чувака. Забирай своих инвалидов. Здесь я получаю чувака вместо грейда замка. Я получаю единичку. Шесть очков. Дима уходит на войну. Ну, конечно, за четырьмя очками. Так, а я... Офигеть. Вот это было больно. Эд с Димой, конечно, так. Парламент замок. Единицу превращается в двойку. Где замок был раньше, да? Это вот это. У меня тоже обыграет. Превращается двойка в тройку. Дима четыре очка. Арт два. Дима четыре очка. Женя два. Женя три. Я плачу за него монетку, чтобы она нужна? Победили, победили, разбежались по домам. И... Финальный подсчет очков. Итак... Ух ты! Вы мне отдали этот восемь очков. Какие восемь очков? Вы мне отдали все. Восемь очков за максимальное количество рыцарей. А что, у меня четыре... У тебя недополучено четыре, у меня недополучено три. А... Вот ты в солнышко. Да. Не ожидал, не ожидал. Да. Сам шоке. 21. Во второе место. Не у Эда. У Димы недополучено пять. У меня... У Жени недополучено четыре. У Жени второе место на четыре очка. Надеюсь, не этого разница будет. По замкам. Получается Дима. По замкам. Три Абрейда. Три Абрейда. Четыре Абрейда. Нам по одному, Диме восемь. Ведь все три, только Дима. Нам по одному. И... Что там у вас? Мне... Три очка. 21. Диме двадцать, Дима. У тебя двадцать одно? Шестьдесят два. Нет, вряд ли. Женя в Кокоте. У меня пятнадцать. Пятнадцать. Этими товарищами. Чего ты тут не выиграл? Ты серьезно? Да. У Эда 28. У Эда 28. У Эда 29. Как плотно оказались. Сидел там, никому ничего не говорил. Тихо, мирно. Тихо коллекционировал. Рыцари считали. Да, рыцари считали. Да, отлично играли. Рыцари считали. Да, отличная игра. Красивая партия. Да, одного. Да, одного. На одного, но победа это очков семь. Класс. 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 Просто классно. Да, она мне все-таки нравится. Второй раз сыграл, я не разочаровывал. Мне нравятся замки. Стойте. И надо один раз играть с этими законами, один раз с теми. Продолжение следует... Итак, спасибо!